Добрый предновогодний день, уважаемые посетители информационного портала Уллправда.ру. Я Диана Кавелла, это программа «100 вопросов» и сегодня мой собеседник, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области Геннадий Спирчегов. Геннадий Степанович, здравствуйте. Добрый день. Готовы к серии вопросов? Да, думаю, да. Ну, в таком случае начнем. Расскажите тем, кто смутно представляет, чем занимается ФАС, Федеральная антимонопольная служба, чем же она таки занимается и чем она полезна для страны и региона. Федеральная антимонопольная служба выполняет ряд контрольно-надзорных функций, в преломлении к исполнению пяти основных федеральных законов. Это закон о защите конкуренции, это законодательство о закупках, об иностранных инвестициях и ряд еще законов, где частично она участвует в контроле над реализацией, по реализации данного законодательства на территории всей Российской Федерации. О полезности и неполезности, ну, наверное, нужно посмотреть сайты и Центрального аппарата ФАС России, и наш сайт, можно увидеть много интересного и реально увидеть факты, когда наше решение приносит пользу не только хозяйствующим субъектам от действий монополий или действий органов власти, но и простым людям. Кто должен вас бояться? Я думаю, нарушители федерального законодательства. Геннадий Степанович, Ульяновское управление ФАС – это структура федеральная. Расскажите, пожалуйста, как складываются ваши отношения с региональной властью и пытается ли она рулить? Ну, рулить, наверное, это невозможно, да, может, неправильный термин. Сотрудничество... Влиять. Влиять, конечно. Любой орган власти создан для того, чтобы влиять. Мы же тоже пытаемся влиять на действия органов власти, да, или муниципальных, или тех же региональных, но мы действуем это в рамках тех полномочий, которыми мы наделены. Поэтому мы просто говорим, вот здесь так делать нельзя, или вы сделали неправильно, мы вас оштрафуем, вот здесь мы вам дадим предписание, вот это надо изменить, ваше поведение неправильное. С другой стороны, конечно, региональным властям хочется, и муниципальным властям, чтобы меньше их штрафовали, да, меньше указывали на их нарушения, неправильные действия. Но у нас всегда были хорошие отношения, конструктивные отношения, мы всегда прямо совершенно высказывали свою позицию, это всегда учитывалось, во всяком случае, со стороны губернатора. Нельзя сказать о всех министрах и чиновниках, да, в большинстве, конечно, к нам иногда и не прислушивались, это тоже бывало. Елена Степанович, из истории США. Да, все мы знаем, что Аль Капоне посадили не за убийство, не за рэкет, а за неуплату налогов. Скажите... Да, даже в фильме это было. Да. Заканчивались ли решения федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области уголовными наказаниями, посадками в тюрьму? Да, такие действия были совершены, были в десятке уголовных дел возбуждены за последние пять лет, допустим, да, были нарушения в сфере нарушения антимонопольного законодательства по земле, в Чердог-Ленинском районе были уголовные дела, были возбуждены уголовные дела, они еще не завершены, по строительству без торгов семи детских садов на федеральные средства, по фонду модернизации ЖКХ, когда мы нашли очень много нарушений, и не только антимонопольного законодательства, но и других законов федеральных. Кроме этого, ну, недавно, вы знаете, возбуждено дело по соцпитанию, это первый раз на территории Ульяновской области, когда в действие вступила 178-я статья Уголовного кодекса, это сговор на торгах, на рынке какого-то определенного товара. Будем смотреть, как правоохранительные органы доведут до приговоров, могут доказать, в том числе и с помощью центрального аппарата ФАС это происходит. Будем смотреть. Сколько ФАС от силовой структуры и сколько от консультативного органа? Ну, я часто говорил, это и в прессе, были разные точки зрения в правительстве Российской Федерации. В свое время премьер-министр Фрадков предлагал сделать нашу службу аналогично антимонопольным службам Европы и Соединенных Штатов. Они в полной, абсолютно стопроцентной мере обладают всеми функциями правоохранительных органов, свое следствие, своя оперативно-розыскная деятельность и так далее. Но эта точка зрения не победила, пока присутствует другая точка зрения. Я с ней согласен. В нашей стране достаточно много специальных служб, в том числе и правоохранительных, поэтому, наверное, не нужно передавать эти функции. А по сравнению с теми же западными аналогами, у нас намного оперативнее мы ведем расследование, намного оперативнее принимаем решения. Допустим, в той же Норвегии по закупкам иногда жалобы рассматриваются по 2-3 месяца. А у нас? А у нас 5 дней. Мы должны уже вынести решение. Конечно, это дополнительная нагрузка. Я здесь должен сказать, что это была идея и это предложение было самой антимонопольной службой. Геннадий Степанович, а как складываются ваши отношения с другими силовыми ведомствами? Взаимодействием у нас подписано соглашение со Следственным комитетом, с Управлением Министерства внутренних дел по Ульяновской области. Должен заметить, что последние 2-3 года заметно активизировалось информационное взаимодействие, рабочее взаимодействие. Это видно, это видно и в СМИ это заметно, и это подтверждают сами правоохранительные органы. Нельзя сказать, что все совершенно гладко в отношении не только с правоохранительными органами, а вообще с федеральными структурами. Но не бывает ровных отношений на протяжении, допустим, 2-3 лет. Всегда возникают какие-то вопросы, всегда возникают какие-то проблемы. Но я вот всегда говорю на всех уровнях совещаний или рабочих встречах, самый лучший выход из любого трудного положения — это диалог. Диалог. Чем шире он проходит иногда, тем лучше. Возникает какая-то проблема в отношении региона или какого-то рынка? Лучше вот посадить 20-30 человек. Вот недавно по тарифам была проблема. Вот многие говорят, на 30% завышен тариф у Ульяновской области. Притом представители правительства Ульяновской области, которые само устанавливают тарифы. А что вам мешает снижать эти тарифы? Собрали всех руководителей ресурсоснабжающих компаний, а оказывается, с ними никто не говорит. Они нам приносят диаграмму, вот допустим, вчера я узнал, тарифы на тепло. Ульяновской области на тепловую энергию. Самые низкие ПФО. Зачем же представители правительства Ульяновской области говорят о том, что у нас на 30% завышены тарифы? Будете разбираться в этом вопросе? Непонятно. Будем разбираться, будем разговаривать, но нужен диалог общий. Правительство, тарифный орган, представители монополии. Но ведь у каждого своя правда. А вот где-то середину будем находить все вместе. Но это нужно делать не кулуарно. Геннадий Степанович, Ульяновское дело медиков, по которому сейчас в изоляторе находятся несколько крупных руководителей. Оно началось после ваших решений о признании торгов недействительными. Эта тема вообще началась с отмены нами торгов в 2014 году в декабре еще. То есть эта проблема такая затяжная. Несмотря на то, что мы вместе с Центральным парадом ФАС выиграли судебное заседание в Москве и указали, что проводить по той схеме торги, по которой проводили лечебные учреждения Ульяновской области, Министерство здравоохранения, нельзя. И ни в одном регионе, я подчеркиваю, ни в одном регионе России такой схемы не существовало. Когда в один котел бросали нескольких тысяч наименований и говорили, а вот мы хотим, чтобы одна организация это поставила. Страшное нарушение конкуренции. А зов конкуренции. Потому что ни один производитель не может поставить 3,5 тысячи наименований. Ну, завод производит шприцы, но он не производит бахилы. Он не может их поставить. И мы тогда уже писали, и руководство региона, и правоохранительные органы сказали, что это путь к мошенничеству. Это путь к нарушению Уголовного кодекса. Материалы были, суды многие нас поддержали. Вы не ответили на мой вопрос. Получается, после вами было инициировано это разбирательство, которое до сих пор продолжается. Нами инициировано очень многое разбирательство. В том числе и, вот я сказал, 7 уголовных дел по детским садам. Это была наша инициатива по фонду. В данном случае, если смотреть СМИ, мы информировали правоохранительные органы о тех больших нарушениях, которые в системе здравоохранения есть. И указывали на них. Но то, что товарищи попали в следственный изолятор, там по конкретному пункту совершенно, по мошенничеству с кислородом. Не в полном объеме, да? То, что доказано сегодня. Понятно, что мы не писали, что возьмите и арестуйте за кислород. Мы этого не писали. Но весь объем информации согласно приказу ФАС о крупных нарушениях по тем же закопкам, конечно, мы и передавали согласно соглашению правоохранительных органов. Как складываются ваши взаимоотношения со счетной палатой? У нас со счетной палатой Ульяновской области. Да, Ульяновской области. У нас существует соглашение о взаимодействии, информационном взаимодействии. Как бы больших проблем мы не видим. Но надо понимать, что это региональная счетная палата, да? Много материалов они нам присылают. И, как нам вот говорил председатель счетной палаты, у нас очень много примеров, в отличие от других регионов, когда на основании их материалов мы штрафные санкции в отношении должностных лиц, возбуждаем дела административные. Это было, это есть, я думаю, будет продолжаться. Да, Игорь Игоревич рассказывал мне об этом в своем интервью. Геннадий Степанович, вы очень коммуникабельный человек. Наверняка в пуле руководителей региона, госуправленцев, есть ваши друзья, близкие, приятели. Сдерживает ли вас это, прежде чем вы идете туда с проверкой в их ведомство? Ну, вот знаете, в СМИ очень много говорят о проверках, да? На самом деле, проверок, которые проводит ФАС, их вообще нет, они минимальны. Мы же рассматриваем жалобы. Мы не бродим, не ходим в офисы, не изымаем документы. Единственный случай за два года, это когда мы с прокуратурой смотрели Министерство здравоохранения, вот, допустим, да, и по соцпитанию, после обращения депутатов в Государственную Думу. У нас просто нет времени свободного у сотрудников управления проводить такие, какие-то крупномасштабные проверки, ходить по предприятиям и так далее. Его просто не хватает. Нам надо срочно, оперативно рассматривать жалобы. Я же вот вам сказал, пять дней, допустим, по госзакупкам. А в год приходит 500-400 жалок. Это каждый день, значит, приходит по три жалобы. А их не просто надо рассмотреть, надо подготовиться к ним. Затем после того, как рассмотрели, надо написать решение, потом идут люди в суд, надо в суд идти, ответить, потом КАП и так далее. Ну, сумасшедшие, очень много бумажной работы. Кто пишет жалобы в основном? Разные, разные представители хозяйственных субъектов, представители малого и среднего бизнеса. Иногда и крупный бизнес пишут друг на друга, тоже интересно, такие факты были у нас. Органы власти иногда пишут. Но вот об органах власти, к сожалению, в целом по России из всех нарушений антимонопольного законодательства более 50% до ближайшего времени это относилось к органам власти. Представляете? То есть вроде антимонопольная служба, закон антимонопольного регулирования, да, по сути дела ФАС должна бороться с монополиями. А вот по статистике получается, что ФАС борется с органами власти, федеральными, региональными, да, которые являются большими нарушителями федерального антимонопольного законодательства, чем монополиями. Но должен сказать, что в последние два года вот эти 50% немного качнулись, и сейчас по России это где-то 47-48%. Но это все равно много. Надо снижать, надо уходить до 20%. Вот новый план развития конкуренции, который утвержден указом президента, он как раз говорит о том, что число нарушений органами власти должно снизиться за три года в два раза. А вы видите, как это возможно достичь? Трудно сказать. У нас в регионе как качели. Один год как бы нормально получается, другой год очень много нарушений. А есть типичные ошибки, ошибки, которые свойственны большинству? Вы знаете, вот в любом нарушении есть две составляющих, объективная и субъективная. Вот в нарушениях антимонопольного законодательства или законодательства закупок всегда существует объективная сторона вопроса. Это когда нет специалистов обученных. К сожалению, у нас сейчас очень много таких вот неприятных тенденций, когда в погоне за снижением цены выиграют иногда организации по обучению госслужащих, тех же или других, в сфере закупок. Ну, не имеющие, скажем, там достаточного количества преподавателей. Или сейчас очень модно стало дистанционно обучать. Дистанционно, потом привозят через две недели корочки, вот и обучился. Физкульт-привет. Сменим немножко тему. Сколько человек работает в Ульяновском ФАС? Совершенно не секрет. Часто называют цифры, никто не верит. Это самая маленькая структура из всех федеральных структур вообще в России, сама ФАС. В целом по России в федеральной темнопольной службе это 3500 человек. Если вы посмотрите другие структуры, которые сотни тысяч, вы поймете, да? Как больше. У нас, если вы сравните правоохранительные органы, другие органы, вы тоже поймете разницу. У нас всего 23 человека. 23 человека. Но если вы уберете меня, главбуха, значит, кадровика, программиста и секретаря, останется 17. То есть 17 человек ведут вот такую большую и активную работу. При этом я знаю, что зарплаты у вас не просто небольшие, они ниже средней по региону. Открыто говорю. Я не понимаю, когда говорят российские средства массовой информации о том, что зарплата у федеральных службщиков 100 тысяч рублей. Ну сколько получается? Вот сейчас секундочку, да? Один из 17 человек. Нет, я просто вот так рассуждаю. Вы сейчас уйдете от темы. Нет, я не уйду от темы, мне просто это интересно. Кого они считают? Может быть, те структуры, которые в городе Москвы находятся, федеральные? Может быть. Но я вот, когда читаю газеты, я понимаю так, что должен быть средний показатель. Берется все количество федеральных службщиков, сумма зарплаты делится, получается, нечто, да? Когда я вижу каждый раз вот эту сумму свыше 100 тысяч, я всегда звоню главбуху. Посчитайте, пожалуйста. И мне каждые полгода выдают цифру. Наша средняя зарплата сегодня 20 тысяч. 20 тысяч в месяц. Туда входят и премии, и материальная помощь. Все-все-все. Вот средняя зарплата с нашей стороны 20 тысяч. Я знаю, что в мэрии другая, в правительстве больше региона. У других федералов больше все это. Как вы находите людей? Чем мотивируете? Почему они к вам приходят? Или работают, продолжают? Вы знаете, вот как наши сотрудники говорили, и мне между собой, здоровая атмосфера в коллективе. Абсолютно здоровая, справедливая атмосфера и профессиональная. Нет никаких интриг, никаких заговоров внутри. Коллектив маленький, все на виду. И самое главное условие, все стараться делать по закону. Пойдете на новогодний корпоратив своим небольшим коллективом? Да, да. Но это будет суббота. Это не в рабочий день точно. Это одна из суббот будет. Это будет просто на природе. Понятно. Семинара вокруг Живой Ёлки. Геннадий Степанович, вы общаетесь с зарубежными коллегами? Ну, лично я нет. Несмотря на то, что была одна служебная командировка за много-много лет, да, мы участвовали в конференции. В Австрии был семинар небольшой, мы слушали коллег с ордопереводом, сами участвовали, я сам делал доклад. Но, тем не менее, вам знаком опыт зарубежных коллег. Ну, относительно, да. Вот скажите, что из реализованного там вы могли бы, хотели бы перенять? Зарплату. Ну, а кроме? Смотрите, вот я сказал, в чем недоработки, допустим, коллег. Если мы будем по закупкам рассматривать жалобу 2-3 месяца, да, это будет нечто. Нас и так обвиняли, допустим, что мы когда что-то отменяем всего лишь на 2 недели, останавливаем. Потом иногда СМИ, ну, конечно, там по заказу, некоторые СМИ говорят, а вот, благодаря ФАСу там где-то дорогу не построили. Я всегда смеюсь, но люди, обыватели, читатели и зрители не понимают, они действительно думают, да, наверное, там из-за ФАС чего-то произошло. Вот зрители должны понимать и вообще жители Ульяновской области, что любое наше воздействие, оно приводит только к тому, что любые таргет задерживаются на 2-3 недели и все. Ну, не может быть из-за действий ФАСа не быть в больницах лекарств и медизделий 2 года. Ну, не может. Дорога не может не строиться из-за ФАСа, там, год или 2 года. Это желание некоторых чиновников местного или регионального уровня переложить со здоровой головы на больную. То есть убрать с себя, снять ответственность и кинуть, а вот ФАС где-то виноват, а вот ФАС где-то виноват. Часто с этим сталкиваетесь? Ежемесячно. И как вы парируете? Никак, привыкли. Еще жестче просто начинаем вести себя. То есть, получается, вы бы хотели заимствовать тот опыт, ту практику, когда жалобы рассматриваются чуть дольше, чем 5 дней? Ну, может быть, в некоторых вопросах. А что, какие санкции накладываются на вас, если вы рассматриваете жалобу дольше? А мы не имеем права дольше рассмотреть. А если дольше? Законно установлено срок 5 месяцев. Ну, меня снимут, уволят, допустим, если мы будем 7 дней рассматривать жалобу. Прокуратура вынесет представление 1-2 раза, и я пойду снова приобрать в университет. Или бизнесом заниматься, как раньше. Кстати, вы пришли из бизнеса, да? Из какого, если не секрет? Ну, сюда я пришел из федеральной структуры. Я пришел из федеральной структуры. Это была федеральная служба финансового здравления и банкротства. 4 года в Нижнем Новгороде. Я был заместителем руководителя межрегионального управления, то есть Приволжского федерального округа. Большие полномочия были. Ну, во всяком случае, мы с коллегами довольны тем, что порядка 12 военных заводов мы спасли от банкротства. А вот до службы по банкротству, ну да, мы начинали. Это первые молодежные предприятия в университете, первые компьютеры, первые программы. А затем у нас вот наш холдинг был очень большой, который я возглавлял. Там были... В каком регионе? Татарстан, Казань. Было многопрофильное объединение. Это была наука, это был неокр, то есть научно-сельские разработки. Это было строительство. Мы уже тогда, в 92-м году строили девятиэтажные дома. Наш холдинг строил. Это были производственные вещи. Это была торговля. Ну, в общем, очень много. Вам комфортнее в бизнесе или на службе? Вы знаете, мне комфортнее было работать преподавателем, потому что когда я закончил, я работал преподавателем Казанского университета и занимался параллельно небольшим бизнесом. Но так как условия, скажем так, были более вольготные, более свободные и больше было простора в отрасли бизнеса, там было интереснее. Поэтому мы все как преподаватели университета перешли туда. А затем, с возникновением очень многих структур, служб и так далее, конечно, сегодня бизнес испытывает намного больше давления, чем в 92-м году. Это же надо признавать. Конечно. Геннадий Степанович, вы помните свои первые впечатления об Ульяновске? Да, конечно. Тяжелые. После Нижнего Новгорода и Казань очень тяжелые. Удручающим показался он? Удручающие. На улице Красноармейской, на других улицах. Три метра сугробы. Дороги не очищаются. Пришлось покупать Шевроли Нива. На ней ездил, чтобы не толкать машину. И так далее. Конечно, не сравнить, что сейчас. Хотя понятно, что человек так устроен, что хочется в два-три раза больше того, что имеем. То, что видим на улицах, то, что видим в экономике и так далее. Но, к сожалению, мы иногда, каждый, наверное, из нас не учитывает того, что мы не владеем полнотой всей информации. Нам кажется, а вот что вот, почему так сделали, а почему так сделали, а вот пенсионы, а это. Нам кажется, что все можно легче сделать. Вот любого спросить, а ты был президентом, ты бы сделал по-другому? Ой, конечно. А где, конечно? Вот у нас маленький вопрос, мы сидим четвером, обсуждаем. Вопрос один, реальность одна, а у нас четыре мнения. А президенту легко разве? Нет. А губернатору тоже не легко. Самое главное, я думаю, что, чтобы любой коллектив работал, любая структура работала, нужно, чтобы внутри была мотивация. Ну и, конечно, нельзя забывать и про уровень зародной платы, я так считаю, в нынешних условиях. Ну и, когда есть мотивация, есть перспектива работы, коллектив будет работать, структура любая будет работать. Но главное в этом порядок. Вот должен быть порядок. Но нельзя его нарушать. Но мы почему-то иногда переходим на красный, а потом ругаем. А вот кто-то чего-то украл там. Вот врач взял взятку, вот учитель взял взятку. А чего мы сами-то переходим на красный свет и даем эти взятки кому-то? Правильно, да? Правильно. Вот все виноваты, но кроме нас, родных. Вы пересели сейчас на общественный транспорт, Геннадий Степанович? Нет, конечно. Ой. Геннадий Степанович, недобросовестная реклама. Часто ли ульяновские бизнесмены этим грешат? Если грешат, то какие отрасли? Вы знаете, вот по рекламе сейчас нарушение снижается в последние пять лет. С чем связано? Трудно сказать. Не анализировали, но жалоб стало намного меньше по рекламе. Мы помним в свое время конкуренты друг на друга писали жалобы. Это было так видно, так интересно, да? Ну и неприятно. Притом использовали соседи, пенсионеров, там, так далее. Кто-то писал на какую-нибудь стоматологическую поликлинику, на какой-нибудь баннер, да? Вот, ну, все это выяснялось через некоторое время. Сейчас вот таких вот заходов через пенсионеров, там, через соседей совершенно нет. Реальные приходят жалобы. Но дело уменьшилось значительно. В два-три раза уменьшилось у нас дело по рекламе. Это радует. Вы можете вспомнить нарушение, за которое было назначено самое серьезное наказание? При вас? Ну, по рекламе, законам предусмотрено для юридических лиц от 100 до 500 тысяч, допустим, да? Но мы никогда, в отличие от наших коллег, от некоторых, да, не делали максимальные штрафные санкции. Потому что в основном, ведь рекламные фирмы, они небольшие. Это представители субъектов малого и среднего бизнеса. Это раз. Те же кабинеты, там, стоматологии, салоны красоты, это тоже малый бизнес. Поэтому мы всегда делали минимальную шкалу, вот 100 тысяч. Можно посмотреть на нашем сайте, вы не увидите нигде ни 300 тысяч, ни 400 тысяч. Всегда так. Был случай ухода от этой практики, по-моему, 200 тысяч, но это было в отношении метро-магазина. Ну, понятно, что эта система большая, да, коммерческая. В чем было их нарушение? Даже врать не буду, я не помню. То есть одна из статей закона рекламы была нарушена. По-моему, что-то было с рекламой, то, что буклетка была. Что цены дешевле, приходите. Пришел посетитель, а ему там не за 70 рублей, а за 120. Он говорит, ну вот же буклет есть. И он пожаловался. Мы провели расследование, доказали и 200 тысяч. А жалобы в основном анонимные или автор подписан? Нет, мы анонимные жалобы вообще не рассматриваем. Здорово. То есть жалоба должна быть или юридическое лицо, там обязательно должен быть юридический адрес. Большей частью, как мне кажется, вы следите за распределением бюджетных средств. Это так? Ну, не бюджетных. Один из наших основных законов, это контроль за федеральным законом 44, это государственных муниципальных закупках. Ну, конечно, там часть бюджета проходит, часто журналисты делают ошибку, как и зрители. Они думают, там, где слово закупка, вот прошло или торги, за все отвечает ФАС. Ничего подобного. Мы отвечаем только за очень небольшую часть, за процедуру. Объявили вот торги и закончилось. Вот за качество, все, что там в ходе этих закупок, закуплено, построены дороги, там еще что-то. Это не наша полномочия, это не ФАС. Есть другие федеральные структуры, есть региональные структуры по контролю за этим. Вот, чтобы все понимали просто. Ну, что вы можете сказать о нареканиях, которые исходят со всех сторон в вашу сторону по поводу закона о госзакупках? Отвечу просто. Идея этого закона принадлежала не федеральной антимонопольной службе, это Министерство экономики. Пусть другие и разгребают. Да, но мы предлагали другой немножко, мы предлагали, был 94-й закон, ФАС предлагала его немножко усовершенствовать, модернизировать и все. Но Министерство экономического развития сказали, нет, вот мы сделаем такой закон, что он будет лучший в мире, мы не будем его изменять, он будет очень хороший, как Конституция Соединенных Штатов. И практика показала, они были неправы, потому что ежегодно, раз в квартал приходят изменения, Госдума садится, рассматривает, вносит изменения, все это будоражит, действительно очень много вопросов, вопросов у наших специалистов есть, но это нескончаемый процесс. Я думаю, ни один федеральный закон, если его посмотреть, он не отвечает вот нашим потребностям на 100%. Мы в каждом федеральном законе найдем какой-то изъян, какую-то, может быть, затем ошибку или еще что-то. Практика, критерий истины. Геннадий Степанович, наверняка против вашего ведомства есть иски, это так? Конечно. Можете вспомнить самый нелепый из них? Ну, вот, кстати, дело врачей. Дело врачей. Когда мы сказали, вот так делать нельзя, значит, больницы и Минздрав пошли в суды с просьбой отменить наше решение по медизделиям, вот, допустим, да, вот, ну, мы вообще не понимали, казалось бы, а почему здесь все четко, все формально выявили. Нельзя так делать, как они делают. Но они почему-то взывали просто к социальной справедливости, сказали, ну, мы же вот стараемся для больных. Мы говорим, да нет вопросов. Вы сделайте, переделайте, как-то вот требует закон, принятый Госдумой Российской Федерации, подписанный президентом, и делайте, дальше поставляйте медизделия. Они говорят, ну, все равно мы правы, мы старались как быстрее это все сделать, да. Мы говорим, если бы вы были правы, то вам бы для Ульяновской области Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распоряжение, что разрешаю 2 миллиарда освоить без торгов. Покупайте сколько угодно. И такие примеры по России есть. Я еще раз повторяю, к сожалению, последние годы у нас многие должностные лица Ульяновской области начинают делать то, чего нет ни в одном регионе Российской Федерации. И это опасно. Чем это чревато? Это чревато тем, что бюджетные средства и федеральные, и региональные осваиваются неэффективно, и это ведет к мошенничеству. А бывает такое, Геннадий Степанович, что вы замечаете нарушение еще до того, как поступила жалоба? Нет, такого редко бывает. Это бывает иногда из тех же публикаций в СМИ, да, или в интернете. Но для того, чтобы понять, что есть нарушение, в любом случае мы должны запросить какие-то документы. Просто на основании вот журналистской статьи или блога в интернете невозможно сделать решение, что вот все виноваты. Даже, ну, просто не получится. Геннадий Степанович, вы обозначили вилку штрафов. Причем этот штраф... Это по рекламе, я сказал. Ага. А какой вообще максимальный штраф за максимальное нарушение у вас? Ну, один из больших штрафов был, по-моему, теплосервис был. Когда они каждому жителю Ульяновска, это было лет шесть назад, может больше, внесли в платежку оплаты вот за услуги отдельной строкой плата за полотенцесушитель. Это тоже не в этом регионе Российской Федерации не было. После нас потом в Дух в Туле было, по-моему, еще где-то. Вот были жалобы, мы это рассматривали. И вот так как был нарушен основной наш закон о защите конкуренции, мы наложили минимальный штраф. Но это по-другому, не закон о рекламе, вы понимаете, да, меня? А там вот у них минимальный штраф получался 11 миллионов, а максимальный 100 миллионов. Ой-ой-ой. Но это не мы придумали. Я знаю. Есть кодекс административных правонарушений, подписанный тоже президентом, Госдума приняла. Вот согласно этому кодексу, Геннадий Степанович, я немножечко поговорила с коллегами, очень серьезные штрафы. Причем вы наказываете ими как серьезных нарушителей, так и, предположим, компаний, которые не вовремя опубликовали исход контракта. А, хорошо, да. Вот как вы наказываете, у меня один вопрос, больницы, садики, школы? Вот смотрите. Ведь они тоже нарушают. Я думаю, что отные санкции накладывают, ведь не только мы, всего существует 12 контрольных надзорных структур. Кроме этого есть правоохранительные органы, службы федеральные, которые тоже накладывают в штрафные санкции. Штрафные санкции примерно одинаковы на должностных лиц. Это от 3000 идет до 50. Это в МЧС есть, это в налоговой инспекции есть. То, что вы задали вопрос по закону о закупках, да, 44 закон, это тоже всегда существовал, но я хочу сказать, в отношении тех же должностных лиц, больниц, детских садов, школ, в законе нет социальной ориентации какой-то, что ты учитель, ты получил 3000, да, ты чиновник получил 50. Конечно, этого нет и не будет. Но, благодаря опять федеральной монопольной службе, штрафные санкции изменились в сторону уменьшения. Вот первый закон был в 1994, там почти все штрафные санкции, что бы ни делал, от 30 до 50 тысяч. И мы первые тогда в стране вышли с ходатайством уменьшить эти штрафные санкции, так как некоторые, ну да, в школах должностные лица получали, условно говоря, 15 тысяч, да, а штраф 50. То есть человек, вот он один живет, директор школы, допустим, да, ребенок еще там 12 лет. Ну пусть даже нет ребенка, но 4 месяца без средств к существованию. А как? А платить за коммуналку, а еда и так далее. Кстати, вот когда мы собрали по всем регионам, затем штрафные санкции уменьшились в сторону уменьшения, они снизились. Но самый большой вопрос по малому и среднему бизнесу. Вот малый и средний бизнес говорят, а вот проверки. Я вообще удивительную вещь вам подскажу сейчас. Недавно съезд деловой форум России в большом, вернее в мемориале, и вдруг я слушаю одного парня, который представляет малый бизнес, говорит, надоели проверки. Ну надоели, штрафы, все прочее, надо вот делать так, чтобы первый раз не штрафовали, погрозили пальчиком. Ну не успел я сказать, да, я хотел сказать. Ребята, это давно работает, это и есть два года. И первый проход с этой федеральной антимонопольной службы. Кто бы ни попал под штрафные санкции из малого и среднего бизнеса, а это компания, у которой оборот годовой меньше 400 миллионов рублей, мы не наказываем, мы не штрафуем. Предупреждает. Мы грозим пальцем, говорим, нельзя так делать. Но если он попадает второй раз, мы накладываем штрафные санкции. То есть представители бизнеса при наличии общественных организаций предпринимались, существующие кучи каких-то центров там поддержки предпринимались, не знают АЗОВ федерального законодательства. Они говорят, сделайте это, пожалуйста. Да это сделано два года назад. Ну во всяком случае у ФАСа. Я не знаю, как другие. А есть какие-то вот компактные методички, чтобы бизнесмен почитал и все сразу понял? Как ему закон о рекламе? Это интернет называется, Яндекс. Написал. Может ли ФАС штрафовать субъект малого бизнеса при первом, значит, попадании? Там ответ будет нет. Так они, может, даже о существовании ФАСа и не знают, прежде чем и народу. Ну, тогда не надо заниматься бизнесом. Когда мы начинали с 90-х годов и занимались бизнесом, появилась только налоговая инспекция. Мы сразу же знали, чем она будет заниматься, что они будут штрафные санкции. Появилась налоговая полиция. Мы тоже все это понимали. Вы учились этому и учили этому. Кстати, что вы сейчас преподаете в УЛГУ? В УЛГУ государственная темонопольная политика. Есть курс лекций. Я их читаю, как кандидат экономических наук. Ну, согласно законодательству госслужбе, нам разрешено читать лекции, да? Да. В школе, в техниках, в возе. Это правда. Но я должен сказать, значит, по распоряжению правительства Российской Федерации, ФАС создала такие кафедры во всех практически регионах. Сегодня в 67 регионах существует кафедра антимонопольного регулирования или конкурентного права, по-разному они называются, при различных вузах. Как оцениваете уровень подготовки студентов и квалификации молодых специалистов? Ну, можно на меня обидеться преподаватели Ульяновского региона, но я считаю, что тот уровень преподавания, который был в Советском Союзе, он был намного выше. Я сравниваю себя, я вижу студентов, вот 20 человек приходят, и когда не могут иногда сказать, а для чего нужна Конституция, да? А мы это рассказывали в 10 классе на уроке обществоведения, мы говорили, что вот есть Верховный Совет, он для чего работает, вот суды для чего работают, да, а сидят на третьем курсе студенты, не могут это рассказать, ну, извините, при том это же не единичный факт, вы говорите про средний уровень образования, вот я говорю, средний уровень образования сегодня снизился, и это касается не только Ульяновского региона. Это не только вы констатируете, Геннадий Степанович. Я боюсь, знаете что, скоро еще немножко уменьшится, уровень преподавательства состава учителей уменьшится. И мы не получим еще и врачей скоро с этим уровнем образования, который у нас существует. Ну, может, моя личная точка зрения, но нужно вводить бесплатное образование. Платное образование – это путь в никуда, это путь в никуда. Я придерживаюсь просто точки зрения очень многих вот дающих экспертов в этой области, академиков, которые говорят, надо вернуть в бесплатное образование. Потому что человек не учится, за него папа платит, может, он на трех работах работает, этот папа или мама, да? Ему как бы до качества, до уровня образования, он знает, все равно пять лет за него заплатит, кое-как на троечке он получит диплом. А нам нужны эти троечки? У хирурга лежит на столе. Я с вами соглашусь, Геннадий Степанович. У меня такой вопрос. У вас двое детей, дочь и сын. Они пошли по вашим стопам? Ну, сын мог пойти. Он тоже, как и я, начинал после университета трудовой биографии преподавателем в Казани. Но затем вот ушел и работает в одной из госкорпораций, он начальник отдела занимается. Чисто такой работой скрупулезной какой-то такой, бюрократической, бухгалтерской. Не знаю. Вы так прям сморщились, вы не одобряете его выбор? Ну, это его выбор. Но я бы, наверное, не смог. Без общения, без каких-то других коммуникаций, сидеть пять дней в маленьком кабинете с одними бумагами, я бы не смог. Есть разные темпераменты. А дочь? Дочь обучается на одном из факультетов медицинского университета. Будущий врач? Ну да, генетик. Здорово. Если доучится. Вы пачками выпускаете госслужащих. Они молодцы. Они молодцы, естественно. Знаете, что хорошо? Если я был там отличник с первого класса, с первого класса, и ленинский стипендиат в университете, они как бы учились на четверке-пятерке в школе, а вот перешли в вузы, у них как бы, на мой взгляд, сознание подросло. И они очень хорошо, и сын очень хорошо закончил с отличием университет, и дочь вот сейчас вот первая сессия, она уже говорит, я три автомата по зачетам, один автомат. То есть уровень обучения увеличился, и отношение к учебе улучшилось намного. Вот можете дать родителям совет, как приблизить детей к этому? Не могу дать, потому что мы всегда спорили со старшим братом, с сестрой, я спорю с преподавателями. Я не признаю факт о том, что школа, атмосфера, улица влияют на характер человека, на его достижения. Нет. Я думаю, что вот человек родился, вот что дано, то дано. Да, могут подкорректировать на 5-10%, но основное закладывается при рождении. Если вот у вас в семье 5 человек, они все разные. Может быть, они жили в одном доме, в одной семье, ходили в одну школу, но они все разные. По отношению к природе, к людям, по отношению к справедливости, к работе. Ну, у нас так вот, я просто из своей семьи выношу, мы все трое разные. Да. Геннадий Степанович, вы выпускаете будущих госслужащих из университета, вы их учите сначала, готовите, а потом выпускаете. Вы довольны их потенциалом? Нет. Есть ли у них ДНК госуправленца? Очень мало. Ну, это реально, вы же правду сказали. Вы сказали, Геннадий Степанович, говорите правду. Я вам говорю правду. Недоволен. Я очень обескуражен. Это касается всей России, вы поймите. Вот Ульяновский регион, когда они начинают критиковать Ульяновский регион, говорят, все плохо, плохо. Ну, господи, у нас замечательные положительные. Почему говорить только о плохом, да, в Ульяновском регионе? Есть и много положительных. Вот я же сказал, да, там дороги намного изменились, стали лучше. Пришли торговые сети, стало лучше в этом отношении. И много чего можно найти. Но ведь плохое существует в других регионах. Почему мы никогда не сравниваем? Надо сравнивать с другими регионами. И поэтому, если есть какие-то проблемы, вот о которых мы говорим, уровень образования, он же касается всей России. Но мы же не живем там на Луне, да, Ульяновский регион. Понятно, что этот уровень образования упал по всей России. Ну, почему из Ульяновского уезжают хорошие выпускники? А вы думаете, из Казани не уезжают? Вот у меня сын работает... В меньшей степени. Вот мой сын мог работать в Казани, а работает в Москве. Ну, вот уехал. Ему нравится больше. Хотя, наверное, он по уровню зарплаты мог в Казани получать больше. А если при каких-то... Что можно сделать региональной власти, чтобы задержать абитуриентов хотя бы? Я уж не говорю о специалистах. Уровень зарплаты. Уровень зарплаты. Абитуриенту пока еще не известно, неведома эта категория. Ну, как? Абитуриенты уже понимают, что надо зарабатывать. Многие идут ведь... Почему вот в этот факультет государственного муниципального управления идут? Многие не понимают, что это тяжелый труд. Особенно на первом этапе. Все видят, кто-то, а, пришел мэр города, перерезал Леночку. И думают, вот это работа. Да еще и машина, да, служебная. А будет ли мэром-то? Мэр-то один, а чиновников пять тысяч. Вы много общаетесь с молодежью, и совершенно очевидно, вы очень бодрые, энергичные. Вы на какой возраст себя ощущаете? Ну, на какой? Тридцать семь. Выглядите моложе. Да, спасибо. Что вы делаете, чтобы этот задор сохранять? Спорт, путешествие? Ну, знаете, меня старший брат приучил к спорту с первого класса. Какому виду? Сначала зарядка, да, пробежки там, затем легкая атлетика и лыжи, да, затем дзюдо в старших классах и в университете. Вот, и я это не прекращал, в принципе. И сейчас мы в два раза в неделю иногда получается по вечерам настольный теннис двое на двое играем. Полтора часа, меняешь две футболки, хорошо. Затем два дня хорошо себя чувствуешь. Ну, и зарядка. Вот 30-40 минут, это обязательно. Тот, кто там не повисит на турничке, там не пройдется, не отожмется. Я думаю, просто человек затем меньше работает, менее активно работает. Турничок прямо дома у вас висит? Ну, шведская стенка деревянная, 6 тысяч рублей. Как любите проводить свободное время, если... Ну, его практически не бывает. Иногда в воскресенье там, да, бывает. Вот, ну, вот, чаще всего там с дочерью встречи, к маме вот в Болгаре, 86 лет. Кстати, где вы планируете отмечать Новый год? Вот, мы соберемся вот большой такой семьей, племянники там из Казани, все прочее, у мамы в Болгаре. Там елочка большая, синяя растет, мы ее посадили лет 15 назад, мы ее украшаем, она живая, гирлянды там. Что обязательно скушаете с новогоднего стола? Ну, вы знаете, в деревне всегда бывает гусь, там, или с греченой кашей, там, или с яблоками, да. Обязательно молодежь привезет стрелялки там какие-нибудь, может быть. Хотя цены опять поднялись на эти все салюты вновь. Ну, будет не три салюта, будет один салют, может быть. Но все равно привезут, потому что у племянников уже дети бегают, да, там, по 3-5 лет, им интересно. Я думаю, праздник для детей, Новый год, нужно взрослым и родителям делать. Обязательно. Игорь Степанович, имеете привычку загадывать желания под бой курантов? Не совпадают желания, ни разу не совпали. В смысле не совпадают? Не сбываются? Не сбываются. Не сбываются, у меня не сбываются. Может быть, вы просто очень-очень-очень капризен своих? Нет, очень легкие были желания, но не сбываются. Ну, я думаю, что этот год многое изменит. Вот с подачи вашей ульянской правды, всего коллектива, попробую загадать что-нибудь. Загадайте обязательно, и мы желаем, чтобы все сбылось. И еще я желаю огромного здоровья вашей мамочке. Спасибо вам огромное, Геннадий Степанович, за то, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго, дорогие друзья. Спасибо, спасибо. Смотрите нас на управда.ру. Это была программа «100 вопросов» и Геннадий Спирчагов, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова